Девушки отдыхают Готовящийся к встрече Нового года Но не успев начаться, тропа, а точнее автомобильная колея, для меня закончилась Прошедший здесь днем ранее тяжелый лесовоз не оставил ни малейшего шанса на дальнейшее движение И если по глубокой колее можно было идти вразрез, то с глубокими лужами, вполне проходимыми летом, дела обстояли иначе Куски льда, торчащие из успевшей замерзнуть за ночь воды, достигали в толщине нескольких десятков сантиметров Перспектива соскользнуть и повиснуть на этих ледяных торосах особо не радовала Так же, как и осознание того, что заветная избушка, на старых картах значащаяся как пасека И до которой я уже в третий раз не могу добраться, так и останется заветной Исход путешествия окончательно решил злополучный брод через реку Уже по пути сюда, при виде следов лесовоза, закрались смутные сомнения в том, что я смогу переехать этот брод Так оно и вышло, тяжеловес разворотил хлипкую наледь проточной речушки, еще не успевшей покрыться толстым ледяным панцирем На первый взгляд брод неглубокий, всего по колено, но мягкое и листое дно явно не предвещало ничего хорошего По крайней мере для городского паркетника Отложив планы добраться до избушки на следующий раз, располагаюсь неподалеку от заброшенной деляны лесорубов Под раскидистыми ветвями вечно зеленых хвойных великанов, дающих приют и укрытие многочисленным пернатым и не только Повсюду виднеются зайчьи следы, какие-то свежие, а какие-то будто вчерашний след лесовоза, успевший за ночь покрыться изморозью Горячий чай и приготовленные перед поездкой бутерброды с запеченным сыром согревают и придают немного сил В этом году то ли организм не успел адаптироваться к приходу зимы, то ли сама зима принесла с собой более морозные дни Так или иначе, но в минус 10 ощущаешь себя словно сейчас минус 25 Именно поэтому иногда выползающее из-за плотных елей солнце вызывает небывалую радость Одним своим видом согревая намного лучше всякого чаю Запрыгнув в теплые валенки, как оказалось незаменимую в любой холод вещь и обмотавшись шарфом, отправляюсь в красивую зимнюю сказку Созданную природой много лет назад и, как это ни странно, бережно охраняемую глубокими кольями лесовозов В сюжет этой сказки сравнительно недавно вмешался человек, оставив после себя печальную, но порой красивую картину Человек ушел, оставив повсюду разбросанные декорации к той сказке, которую сейчас можно легко увидеть на любой карте в виде вырубленных полян и просек внутри массивных насаждений вечно зеленых елей А если всерьез, то эти вырубки напоминают старые шрамы, рубец от которых, наверное, никогда уже не исчезнет Но несмотря на все это, красота окружающих видов захватывает буквально с первых минут И чем дальше удаляешься от лесовозной колеи, тем более красивые места открывает тебе лес Ноги сами несут куда-то вперед, сначала до очередной елочки, а потом еще немного вперед, чтобы увидеть, что скрывается за поворотом Так незаметно теряешь ориентир, а когда спохватишься, все вокруг становится настолько похожим и одинаковым, что если бы не следы на снегу, да навигатор в руке, то уже давно можно было бы заблудиться Субтитры создавал DimaTorzok Недаром говорят, что вся красота открывается лишь пешему туристу Столько раз я проезжал это место, а видел лишь кусты малины до шиповника по обе стороны от колеи Но стоило удалиться буквально на пару сотен метров, как перед глазами предстала совсем другая реальность Та, которую сегодня я лицезрел впервые, забыв про заветную избушку и очередную неудачу в попытках до нее добраться За любованием окружающими пейзажами незаметно подкралось чувство голода, которое заставило вернуться обратно в лагерь Обед сегодня меня ждал скромный, но самое главное горячий Хорошая порция лапши недомашнего происхождения и кружка горячего свежезаваренного чаю мгновенно сняли всю усталость и согрели изнутри Бутерброды бутербродами, а обед в зимнее время должен быть горячим Зато немногое время зимних путешествий я уже успел в этом убедиться лично В то время, пока я наслаждался обедом, лес о чем-то разговаривал Стучал клювом по засохшим стволам старых деревьев в дятел На ветвях елей проводили совещания какие-то пернаты, разглядеть которых мне никак не удавалось Прыгая с ветки на ветку, они постоянно меняли свою дислокацию А позади меня шумела речка Березовка, та самая, которая уже в третий раз не хотела пускать меня к заветной цели Речушка хоть и маленькая, но с характером, один вид разломанной ледяной переправы говорит сам за себя Расколовшийся панцирь реки создает мощнейшую акустику, которую слышно на многие метры вокруг Толщина льда здесь внушительная, и мне так и не удалось понять, как такая маленькая речка смогла расколоть эти ледяные оковы Как бы то ни было, но зрелище заслуживает внимания Тем временем поездка, сложившаяся с утра не очень удачно, таковой быть перестала Спустя некоторое время хождения вдоль речки, глазу примелькнулся сосново-березовый лесок, стоящий неподалеку Ровные белоствольные березки, в перемешку с тоненькими соснами, гармонично сочетались на фоне журчащей реки и торчащих через дорогу макушек зеленых елей И опять-таки, это место я проезжал не единожды, но даже, так сказать, глазом не зацепился за ту ровную и чистую полянку, которую нашел сегодня Наверное, это своего рода награда за неосуществившуюся мечту Смеркается в лесу быстро, заход солнца предсказать очень сложно Горы в сочетании с лесом создают обманчивую иллюзию того, что солнце лишь ненадолго скрылось за еловыми макушками и вот-вот появится снова Но в один прекрасный момент оно прячется и не появляется вновь, ненадолго озаряя небосвод рыжими красками Поэтому с наступлением первых сумерек нужно быть готовым оперативно сворачивать лагерь и возвращаться домой Затем лишь исключением, если не собираешься остаться в лесу с ночевкой Но сегодня я к этому был не готов, возможно от того, что, как говорилось в одном советском фильме Мои желания не совпали с моими возможностями, а может быть и по какой другой причине В любом случае не будем мешать здешним местам готовиться к встрече нового года Наряжая своих главных героев в белоснежные наряды и разукрашивая все вокруг причудливыми узорами А недостигнутая цель пусть будет очередным поводом вернуться сюда вновь Субтитры создавал DimaTorzok